Ежегодный фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей» в 17-й раз открыл свои двери для профессионалов телевизионной и радиной журналистики. В этом году творческая мастерская прошла на Торжокской земле. Своей работой представили десятки телекомпаний из разных городов. На кто занял призовые места узнал наш корреспондент и участник фестиваля Юлия Новохадская. В 17-м фестивале в Торжке приняли участие около 200 представителей средств массовой информации. Это телекомпании из Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Тамбовской, Тульской, Ярославской, Тверской и других областей. Из года в год журналисты активно проявляют инициативу и приезжают на фестиваль, где бы он ни находился. Ну вообще очень здорово, что придумали на самом деле такой фестиваль, потому что все-таки по большей части здесь присутствуют именно региональные телекомпании, да, и не очень часто нам приходится куда-то выезжать, вот, но когда получается такая возможность, это уникальная площадка, чтобы именно обменяться опытом, да, увидеть интересных людей с такой очаровательной улыбкой, как бы у вас. Круто, когда в одном месте столько людей, которые любят свою профессию, которые делают любимое дело, которые, вопреки всему, вопреки тысячам верст и едут сюда. Журналисты натуры творческие. Ключевой темой этого года, объявленного в России Годом культуры, стало сохранение и развитие культурного наследия страны, русского языка. Основной акцент был сделан на создании с помощью СМИ благоприятной информационной среды для духовно-нравственного воспитания молодежи, ее приобщения к миру культуры и искусства. Не случайно местом проведения фестиваля выбран именно Торжок, известный туристический и культурный центр Верхневолжья. Одно из центральных мест в программе занял литературный флешмоб, связанный с творчеством великих деятелей искусства. Художник голос своей эпохи. Такая замечательная надпись, теперь красуется здесь. Акция «Доброе дело» также приурочена Году культуры. Провести ее было решено именно на Пушкинской площади. Великий поэт не раз бывал в Торжке и всегда восхищался городом. Губернатор Тверской области Андрей Шевелев принял участие в «Добром деле». Теперь около памятника Александра Сергеевича Пушкина будут расти и радовать взгляды новоторжцев и гостей города чудесные ели. Программа фестиваля была насыщенной. Журналисты не только смогли побывать в самых живописных уголках Торжка, но также познакомиться, обменяться опытом и обсудить творчество друг друга. Этим примечательен фестиваль телерадиокомпаний. Это единственный способ провинциальным коллегам-телевизионщикам повышения квалификации. Одни в университет, на курсы, но здесь вот приехали, посмотрели друг на друга, кто что делает, чем занимается. Посмотрели чужие работы и сразу поняли, на каком уровне ты находишься. Ну и потом это просто отдушина такая, можно пообщаться с коллегами, вот так подурачиться немножко, даже на банкет сходить, это все хорошо. Не так много радости у телерадионщиков, особенно у муниципальных. Работа, работа, работа. Но главное, это самый демократичный, самый простой и самый верный способ повышения квалификации. Фестиваль. Приехали, посмотрели, обсудили, поговорили, кто чем занимается и поняли, на каком уровне ты. Или развиваться, или уходить из профессии. Не-не-не, лучше развиваться. Нет сомнений, что каждый приехавший на фестиваль журналист до мозга гостей любит свое дело. В этом году на суд жюри свои детище передали более ста человек. Разные сюжеты, программы, рейдийные выпуски. В каждом творении частица человеческой души и желание работать с людьми, помогать людям. Этой теме губернатор уделил внимание и отметил труд телекомпаний. В ваших руках, я сейчас скажу, это уже выстрадано. В ваших руках, наверное, большая власть, чем у губернатора. Это так. И в этом плане, уважаемые коллеги, я вас хочу назвать коллеги, не поправлю это дело, перефразивая известного римского писателя и философа, скажу, что журналистский труд, наверное, как жизнь, ценится не за длину, а за содержание. Содержание работ участников фестиваля многогранно, так же, как и их способности. Конкурсная программа 17-й территории хороших новостей представлена в пяти номинациях. Как всегда, тележурналисты Верхней Волжи постарались на славу. Однако наибольшее количество призовых мест отправилось, так сказать, за границу. Первое место в номинации «Лучший репортер» заняло Углическое общественное телерадиовещание. Победа в номинации «Лучший оператор» досталась телекомпания «Мир Белогорье», город Белгород. Они же стали авторами самого стильного канала и представили лучшую радиопрограмму. «Лучший телерепортаж с колес» представил на суд жюри «Беркут» из города Торжок. Ну а в самой главной и престижной номинации «Новости» победила телекомпания «Тамбовская губерния». Наша телерадиокомпания в этой же номинации заняла почетное третье место. Это результат блудотворной работы нашего коллектива. Ведь изо дня в день мы работаем, не покладая рук, а все для того, чтобы каждый раз, включая телевизор, вы видели только хорошие новости.